Привет, это No Man's Sky и мы находимся на космической станции. Дело в том, что в прошлой серии мы с тобой нашли вот этот вот разваленный, убитый просто в щи космический корабль. Я его, конечно же, починил, не весь, а частично, и приняли решение, что мы продадим корабль. Какой? Мой старый, потому что вот этот всяко лучше, но блин, его еще нужно починить. Итак, нужно найти продавца. Сейчас здесь никого нету, к сожалению, на космической станции. Тут был один, но он улетел. Я могу свой звездолет здесь сдать в металлолом и получить 350 тысяч юнит, но это капец какие копейки. Это очень плохие копейки. Так что в лом сдавать корабль я не буду, тем более вот этот вот. Значит, говорили, добавь своему костюму плащ. Я вообще к плащам очень плохо отношусь. Даже будь то это Бэтмен или Супермен, плащ всегда мешается. Пусть он будет, но это так неудобно. Я тебе хочу сказать, с плащом вообще бегать. Ты хоть раз пробовал с плащом бегать? Это крайне неудобно. Он вечно путается в ногах. О-о-о, во-во-во, наконец-то кто-то на посадочку зашел. Ух ты, какой у тебя прикольный космический корабль с солнечными панелями. И еще один тоже приземлился. Ну вот сейчас начнутся торги и торгушечки. Так, это такое же неинтересно вот с этим. Давай попробуем поболтать. У него здесь для С-класса, но он все-таки лучше, чем мои развалины. Понятно. Обсудить цену. Значит, смотри, что он предлагает. Продать текущий корабль в счет покупки нового. 95 тысяч юнитов, это я должен доплатить. А так его корабль стоит 445 тысяч юнитов. Блин, это получается цена такая же, как я бы в лом сдал свой звездолет. Интересно, а если я в своем звездолете все починю, исправлю все вот эти вот недостатки, он будет же дороже стоить, правильно? Давай посмотрим, сколько вот этот... А-а-а, вот этот чувачок, у которого был такой же звездолет, он улетел. Я хотел посмотреть, сколько его будет стоить. Короче, нам сейчас нужно с тобой максимально починить корабль и посмотреть на его стоимость. На данный момент я напоминаю, что его стоимость 350 тысяч юнитов. Значит, что нам нужно купить для починки? Микропроцессоры, да-да-да. Нам, пожалуйста, два микропроцессора. Вот мы их покупаем. И хром металл. А хром металл у нас есть на нашей планете. Вернулся на планету мусорную мою планеточку. Буду сейчас здесь собирать все необходимые ресурсы, в том числе и хром металл. Делаем хром металл. Мне буквально его чуть-чуть там не хватало. Чиним. Дальше нам нужно починить гидравлику. Для этого потребуется кислород и диоксид. Где же может быть диоксид, диоксид? Сканер. А на что у нас? Залежи золота. Это очень кстати. Нам золото тоже потребуется для ремонта нашего корабля. Поэтому пойдем его добывать. Добывать. Его тут не так уж и много. Но все равно добываем. Что есть, то есть. Ох, блин, кажется меня сейчас засекут. Робот. Полицай тут прилетел. А я золото борю. Вроде бы все кстати выборил. Сейчас я посмотрю еще. Вроде да, все выборил. Кстати, кстати. Вот эти вот аномалии в комментариях мне писали. Я тоже обращал на это внимание. Это как бы не совсем аномалии. Это ядра. Это внутренние ядра вот этих вот летающих ягод. Да, это называется все-таки ягоды. Которые... А не важно. Которые. Что там? Решил просканировать. Узнать, что там. А они не просканированы. Значит, это растительная жизнь какая-то ты представляешь. Возраст. Тысячелетия. Корневая система глобальная. Блуждающие частицы. Это источник питания веществ. И заметки. Багровые споры какие-то-то там. Короче, когда они разрушаются. Вот эти вот ядра. Они просто тут... Ну, вот как аномалии летают. Вот такие дела. О-о-о. Углерод. Надо добыть. А еще что-то хотел тебе сказать. Ты забыл. Ты прикинь, отвлекся нафиг. А, я же хотел тебе показать, как здесь можно знания продавать. Вот я, допустим, отсканировал вот это ядро. Вот эту растительную жизнь. И я могу ее загрузить в базу данных. Прикинь. Хопачки. И загрузил. И получил... А что я получил? Я же что-то должен был получить. А, три нанита я получил. Да. Вот. Сейчас вот эту тоже загружу. И все. У меня плюс... Что, девять нанитов я выручил со всех этих знаний. Ну, как бы полезная штука. Но постоянно что-то выгружать не лень. О, блин. Прикинь, у меня тут бластер сдох. Надо бы его зарядить. Технология заряжена. Вот и бурим теперь. Че? Где здесь диоксид? Где мое? Диоксид нужно... О, золото еще одно, что ли? Ну да, точно золото. Давай-ка еще-ка просканируем нашу планетку. Диоксид тут вообще есть, в принципе. О, два вижу. Угу, угу, угу. Так, понятно. Ничего ни черта не видно. Не ищет сканер диоксид. Возможно, его на этой планете, в принципе, и нет. Сейчас мы зайдем в каталог. О, мы же не всесущие, не знающие. Так, вот диоксид, вот он. Да, минерал, добывающий из больших месторождений, достигаемый из-за обычных минералов после сканирования аналитическим визором. Обычно встречается на низкотемпературных планетах. Все, понятно. На этой планете его нет. Здесь температура 31 градус по Цельсию. Это относительно тепло. А вот на прошлой планете, где была зима, вот там диоксид встречался, значит. Ну, тогда мы туда сейчас телепортнемся. Телепорт же у нас остался. Остался, он там работает. Работает и здесь тоже телепорт есть, и все, он с пучком. Так что возвращаемся в зиму. Я тут, кстати, пока бежал, смотрел на плащ и думаю, блин, ну как же я буду летать сранцем и этим плащом? Я же нафиг этот плащ сожгу. Ну, как бы, видишь, нормальненько. Наконец-то до тебя добежал. Так долго бежал, что устал. Телепортируемся, значит, на планету Петрович. Е-е-е-е, я дома. Самое холоднище, холоднёвый. Блин, у меня тут телепорт сдох. Ладно, потом я чуть позже подзаряжу. У-у-у, отбачела. Всё, система жизнеобеспечения снова заработала. Ищем диоксид. Вот это что у нас? Это дегидроген. Интересно. Звезда, блин. Чё с тебя добыть-то можно? О, кстати. Соль, а! Чистый феррит и соль с них добывать. Я же могу еду сделать. Наконец-то. Тут есть животинки, которые я смогу покормить. Офигеть, чтобы сделать корм, нужно было потратить ту его кучу углерода. Ну, эх, ну ладно. Зато я могу покормить вот это вот. Ты кто? Непонятно, кто это? Я хочу здорового чувака найти. Тут есть такие здоровые чуваки. Хочу, вон. Хочу его приручить. Если это возможно. Вроде как возможно. Пойдём. Крабик. У меня есть для тебя еда. Главное, чтобы он меня не сожрал. Вместо той еды, которую я хочу ему дать. О-о-о, смотри, смотри, сколько там подряд упало. Чего-то интересного. Она оттуда будет сбегать потом. Здесь я, конечно, добегу. Так, друг. Друг, подожди. У меня есть еда. На, держи. На, 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 на. Чего приютить, как питомца собрать скопление нутриентов оседлать? Я могу его оседлать. Ё-моё, да прикинь, я его оседлал. Прикинь, я им управляю. Здорово. Так, дрон. Тихо, не смотри на меня. А можно как-то ускориться? Ты можешь побыстрее? О-о-о-о. О-о-о, побежали, побежали, побежали. А атаковать ты можешь клешнями? Ну-ка. Нет, атаковать клешнями он не может. Ну это офигенно же. Ладно, дружок, дай я с тебя слезу. Вот так вот. Мы можем с тобой еще поболтать? Давай я тебя просто как бы, ну, друганом сделаю. Приютить, как питомца. Все. Вы приютили новое существо. Это мой друган. А, я даже на него маяк какой-то поставил, ты видел? Ну, он будет со мной теперь бегать? Так, дружба с существами. Существо стало вашим питомцем. Вы можете приютить до шести инопланетных существ в качестве питомцев. А интересно, он будет со мной как-то перемещаться на другие планеты? Управлять питомцем можно через быстрое меню. Питомцев можно вызывать на планетах, где они помогут вам искать и собирать ресурсы. То есть он будет со мной путешествовать еще и по планетам другим? Офигенно. Вот это круто. Вы сможете накормить, ласкать, настраивать существо, взаимодействовать с ним. Ухоженные существа могут даже принести потомство. Они еще и размножаться будут. Забавно. Забавно. Ты что-то сделал? Выкапывает ресурс. Он мне ресурсы копает? Ну, ты красавчик. Вот, кстати, углерод. Пойду-ка я еще углерод добуду. Из него же мы делаем лакомство для питомцев. Так, что такое? У него сердечко, смотри, разбитое. Что случилось? Иди сюда. Что такое? Настроение грустный. А что ты грустный? Погладить. Еда у него нормальная. У него с сердечком что-то какие-то сложности. Давай погладим его. Вот. Радость, все дела. Угостить питательными граммами. Нет, это дорого для тебя. Оседлать, изменить внешний вид. Так, так, так. Внешний вид чего? Левый бок. Ух ты, это что такое? Рюкзак какой-то я тебе повесил. Ничего себе. Прикольно. Солнечные панели навесил. Давай броню ему сделаем. Или нет, все-таки вот такой вот газачок. А правый бок, там у него будет висеть солнечная панель. Нет, вот такая броня. Мы ее сделаем черной. Или красной. А пусть красной будет. Ну вот, настроили, чувачка. Я только не совсем понимаю, что это такое висит. Может, это бумбокс, значит, колоночка какая-то. Ну ладно. Спасибо тебе, милый друг. Я хорошенький. Это существо со мной так болтает, что ли, или что? Вот. Все, он теперь счастливый. Все у него хорошо и круто. Ох уж эти питомцы. Что не сделаешь для их счастья? Бегает тут теперь со мной. Я теперь не одинок. У меня есть друган, правда. Он пинается. Лучше под его ноги не попадать. Так. Мы сюда что приехали-то вообще? Диоксид искать? Во, нашел. Вон он, диоксид. Четко. Значит, идем туда. Эй, дружочек, питомец. Сейчас я тебя призову. Сейчас поедем на тебе. Питомец, питомец. Вот он, мой питомец. До встречи, существо в костюме. А в смысле до встречи? Я тебя вроде как призвал. Минуточку. Я ж тебя никуда не отпускал. Вот. Иди сюда. Как он прикольно появился. Поехали. У нас есть миссия. Я тебя сейчас поглажу. А теперь оседлать. Let's go. Нам нужно вон туда. Давай, давай, давай. Разгоняйся, разгоняйся. Погнали, погнали. Блин, надо какой-нибудь существо. О, побежал. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Не то, что я на своих двух. Ой. Упали. Случайно. Погоди, дружок. Куда ты бежишь? Мы сейчас сквозь текстуру куда-нибудь провалимся. Нафиг. Аккуратненько. Ну, не надо же так. Куда-то. О. Ну, слушай. Такой вариант меня тоже устраивает. Прибыли к точке диоксида. Залежи диоксида. Вот здесь они лежат. Стоп, стоп, стоп. Тормозим. Я слезаю. Добываю. Все. С холодной планеты мы уезжаем. А вот и я. Снова на мусорной планете. Давай-ка попробуем сюда призвать нашего питомца. Я правда не знаю. Может он в таких температурах не будет выживать? Он все-таки привык жить в минусовых температурах. Ну, сейчас проверим. Питомец. А вот и ты. Красавчик. Восхищенный лучший друг. Самое интересное то, что я могу спокойно общаться со своим питомцем. Я понимаю его. Он понимает меня. Возможно, вот этот бумбокс это переводчик. С его языка на мой. Так, значит. Мне нужно починить корабль. Возвращаемся к этому. Ну, звездолед, звездолед. Кислород есть. Все, гидравлику можем чинить. Расплавленная топливная ячейка. Ее чинить фиг знает. Где достать фосфор и перит. И разгерметизация. Нам надо разгерметизацию сделать. Хромметалл нужен для этого. Не вопрос. Бли-и-и. Это место сейчас... Бли-и-и. Это ты про что говоришь? Ему явно не нравится эта планета. Я тебя прекрасно понимаю. Оу. Ты что, покекал? Образец навоза. Нифига себе ты фекалину тут отложил. Я могу ее забрать, да? Ну, я все-таки приличный хозяин. Я убираю за своими питомцами. А то прикинь, всю планету засрут. Где я тут ходить-то буду? Особенно в таких здоровенных какашках планета засранная будет. Не пройдешь здесь. Да и вонище будет адской стать. Значит, мы с тобой идем, друг мой, искать. Вон, золото есть и медь нам бы не помешало. А вот и медь. Все рядышком. Что, поехали? Я, короче, ну, сканировал такой. Сканировал тут все. И смотрю. Оказывается, животные-то тут есть. Это вот эти ядра. Пойдем-ка, подойдем к ним поближе. Может, я смогу их приручить? А вот там что такое еще это? Минуточку. А, это растение какое-то. Офигеть, тут еще и растение есть. Ай, я раньше почему-то этого не видел. Я могу с вами пообщаться? Вы не шубанете меня током? Прикинь, предложите еду. Так. Взаимодействовать. Приютить как питомца, извлечь ягоды. Неподходящий размер, чтобы оседлать эту штуку. Да я бы на нее, если честно, бы не сел. Это как электрический стул. Давай извлечем ягоды. Посмотрим, что это нам. Блин, у меня инвентарь переполнен. Приютил этого питомца, короче. Вы приютили новое существо. Хотя слабо верится, что это какое-то существо. Так, а мой старый товарищ, очаровательный. Что-то она сказала там очаровательный. Давай познакомимся, все дела. Мой старый питомец, он сразу же куда-то убежал. Дружечек, подожди, не грусти. Давай я тебя поглажу. Давай погладить. Все любят, когда их ласкают и гладят. Короче, после того, как я их приручаю, я не могу с них ресурсы собирать. Вон в чем проблема. И вот это существо не может носить до предмета. Что тоже как бы логично. Ладненько, пойдем попробуем с другой вот этой вот штуки собрать ягоды. Так. А что с нее вывалилось? Это как... Это... Ты видишь вот эту колбасу? А, это я ей дал. Я думал это фекалии, типа все дела. Так, значит, вот. Извлечь ягоду. Кажется, я получил. Новая в каталоге. Гекса ягода. Еее, я получил с нее ягоду. Ну, приручать-то я тебя не буду. Да и тут написано, что невозможно приютить. Журнал питомцев заполнен. Так что как-то вот так вот. Давай посмотрим на эту гекса ягода. Вот. Съедобное растение, принадлежащее к планетарной флоре. Чтобы произвести из него что-то съедобное, загрузите это сырье в переработчик нутриентов. Ну, я в принципе и сейчас могу его употребить. 5% энергии системы жизнеобеспечения. Блин, вот плащ, кстати, накинул. Я теперь не могу систему жизнеобеспечения нормально смотреть. Даже здесь. Даже здесь оно как-то плохо отображает. Только вот тут я теперь могу это смотреть. Ну, все, давай съедим эти супер ягоды. И пополнили систему жизнеобеспечения. Все круто. Так, дружочек, мой питомец. Летающая вот эта вот штука. Можно как-то с тобой распрощаться? Я просто, ну, не хочу себе такого вот питомца, на котором я не могу кататься. Кстати, я могу еще давать команды своим питомцам. Например, например, давай-ка указать. Вон туда давай. И он полетел. Круто. А давай-ка назад, дружочек. Сюда. И он ко мне летит. Журнал питомцев у нас также имеется. Крабик у нас вот так выглядит. А наш светлячок, тут ничего нету. Просто пустое место. Поэтому мы его выбрасываем. Ты теперь свободен. Больше ты не наш питомец. А вот гексу ягоду я могу собрать с того, с кого я ранее собирал. Излечь ягоду. Все. Теперь я, короче, ну, как бы понимаешь, да, это дойная корова своего рода. Я ее прикормил. И теперь постоянно могу с нее собирать эти гексо-ягоды. По логике вещей, если я здесь найду коров, я их прикормлю и смогу таить их, получать молоко и продавать его. Разгерметизацию мы устраняем. Все готово. Ну, а дальше начинается самое сложное. Тут нужно ремонтировать то, чего раньше я никогда не ремонтировал. И этих частей в глаза не видел. За исключением, конечно, взорванной панели. Для нее я все найду. А вот, например, утечка радиации. Давай посмотрим, как ее отремонтировать. Значит, серьезное повреждение по системе звездолета. Базовая возможность звездолета не затронут. Брал его. Собрать или очистить парафиний. Вот. А где собрать парафиний? И потом еще собрать пугний. Давай вернемся к каталогу. Посмотрим, есть ли у нас тут что-нибудь о парафине. Ранее я его собирал вообще ли. Да, парафиний я собирал. Обычно встречается на планетах с тропическим климатом. А я на таких планетах, по-моему, я был. Или не был. А, я уж не помню. Короче, придется лететь на такую планету. Смотри, какое ядро нашел. Интересно, желтое. Нарост тербия. Чтобы подобрать, нажмите. Ну, давай попробуем подобрать. Новое в каталоге. Нарост тербия. Я бы что, его просто в карман взял и положил? Ха, смотри-ка, реально. Редкий стабилизированный сбой, найденный на неисправной планете, можно разместить в обитаемой базе. Ммм, просто, типа, поставить как украшение на столик или что? Ну ладно, попробуем потом. А за сколько продать его можно? Я все о бабках думаю. А не написано за сколько, прикинь. Может это бесценная вещичка какая-то. Взорванную панель мы тоже отремонтировали. Отлично. И в принципе здесь осталось совсем ерунда. Починить. Я думал, осталось раз и два починить. Но тут еще и технологии у нас есть, которые не починены. Да уж, чинить не перечинить, я моя. Ну что хочу сказать. Я уже достаточно починил свой свист долет. Мы можем вернуться на космическую станцию и посмотреть, сколько же теперь стоит наш летательный аппарат. Привет, челики. Челики инопланетные и не инопланетные и не челики. Тут же и компы есть. Ну-ка, 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 за сколько ты купишь мой кораблик? Ох ты, посмотри, не зря я его чинил. Теперь я его могу продать за 445 тысяч юнитов. Ну, а теперь мы с тобой, кораблик, отправляемся на планету, где есть субтропики. Давай, взлетай. Чтобы найти парафин. А, вернее, добыть его. А это что за... Минуточку. Ох ты, ох ты, блин, чуть не влетел в меня какой-то там ДПЛ. Значит, смотри, я нашел какой-то метеорит. Если я его разбомблю, я получу медь, золото. Ну что ж, давай попробуем. О, я дырку. Я серебро получил? Я дырку в метеорите сделал, прикольно. Я в эту дырку могу залететь? Хе-хе-хе. Я насквозь его пробил. Крутяк. Вот это да. Так, так, так. Стреляем, стреляем. Серебро получаем. А где же обещанное золото и медь? Перегрев пушек. А можно пушку поменять? А, я же не починил. Не починил ракетницы, по-моему, здесь. Ну, круто, круто. То, что разбивать метеориты здесь можно еще. Но это просто мечта, а не игра. Короче, давай слетаем вам на ту планетку. Планета неизвестна, не открыта и фиг знает, что там есть. Нажмите С, чтобы сканировать. Давай попробуем просканировать. Может нам это что-то даст? Выжженная планета. Там есть медь, фосфор, соль. Ой. Эти прилетели. Пираты. Так, понятно. А это выжженная планета, это точно не субтропики. Нам туда как бы не очень-то и надо. Ну чё? Давайте, где вы? Эх, пукольщики. Сейчас я вам накостыляю. Импульсный привод отключен. Рядом враждебные корабли. Оба с радужки. Сейчас я их размотаю, даже без ракетниц. Какой у тебя корабль четкий, слушай. Был пирата, нет пирата. Он чё, один был? Ой, нет. А, да, он был один. На чё он надеялся? Вообще не представляю. А, так, я немножечко... Ого, смотри, планета похожая на Землю. Может это субтропики там есть? Я могу её издалека отсканировать? Новичок. Уничтожено звездолетов пять штук. Да вы что? Так. Подожди, уберись. Мне нужно просканить вон ту планету. Ммм, непонятно. Ничего не понятно. Ну, возможно, если там есть вода, и там субтропики. Короче, полетели туда, на ту планету. Заряжаем гиперпрыжок. Эху. Я в гиперпрыжке её могу отсканить? Давай это сделаем. Может я зря ещё... Морозный кристалл... Ледниковая планета... Не-не-не-не, стоп-стоп-стоп. На ледниковую мы не летим. Хорошо, что я её просканил. Нам нужна жара субтропики. Субтропики. Ух, как издалека эти планеты красиво смотрятся. Значит, это выжженная планета... А, погоди, это механическая планета, где у меня дом есть. А вон там... А, так вон! Вон та планета, я на ней был, по-моему. Которая чуть дальше. Ветренная планета, и вот на ней субтропики, кстати. Ну, блин, на той планете я уже был, поэтому неинтересно. Хочу на другую планету. Вот это что за планета? Летаю такой, выбираю, на какую планету полететь. Это я там был, а вон вдалеке... А вон вдалеке... Не видать. Круто, конечно, что есть выбор. Куда хочу, туда и лечу, да? Можно, кстати, знаешь, что сделать? Давай посмотрим, что тут рядом, какие планеты еще есть. Внимание! Получены навигационные даты. Черная дыра? Где черная дыра? Минуточку, покажите мне черную дыру. Короче, я где-то нашел черную дыру, и не понимаю, где она. Так, в этой звездной системе, я приближаюсь, есть парочку планет. И я их, по-моему, все просканировал, эти планеты. А, прикинь, что мне говорят. Ты, типа, не сможешь никуда полететь, потому что в гипердвигателе нет топлива. Эх, попадос. Я же забыл его заправить. Но у меня, кажется, там кое-что было. Блин! В космосе ты не можешь заправлять гипердвигатели. Только на планетах, только на Земле. Ну, о, пока я тут что-то сидел, тупил, на меня опять пираты напали. Ну, чё вы? Давайте. Главное, чтобы эти пираты были не такие жесткие, как я. А то размотают меня. Ммм, короче, придется самому на своих двух куда-то лететь. На какой-то планеты. Чё вы тут, прилетели, нет? Значит, полетим туда. На ту планету, на которой я уже был. Здесь субтропики. Чё уж. Давай-давай-давай, добивай-добивай-добивай-добивай. Перезарядка пушки. Ой, у него щит урубился. Не-не-не, не улети же от меня. Стой, стой, стой. Ты сам первый ринулся на меня нападать. Теперь отхватишь от меня жарких, мощных лазерных пукалок. Давай-давай-давай-давай. Пока он не перезарядился. Ну же. Импульсный привод включён. Побег возможен. А, куда мне убегать? Я его уже подорвал. Я всё подобрал, чё там было? Да, под пакет. Типа, под пакет это звучит, когда ты вот обосрался случайно. Ну, как памперс, знаешь. Всё, полетели вон на ту планету. Чё тут разглагольствует? Не-не-не, не на эту. На другую. На другую. Вон туда. Давай, заряжайся. Мимо. Сквозь металит пролетели. Я думал, мимо пролетели, но мы сквозь него. О, это мощно. Слушай, мне уже этот корабль нравится. Я к нему так привык. Но проблема в том, что мне с того корабля нужно кучу всё вытащить. Всё, прилетели. Заходим на посадочку. О-о-о. Ну да, здесь уже субтропики, все дела. И тут будет то, что нам нужно. Это здорово. И тут я уже вижу какое-то здание. Вроде бы это здание. А, так тут же червяк, точно. О, нифига себе. Как я грамотно тут приземлился. С камнями, с толпами знаний. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я, по-моему, здесь уже был. Точно. В одних эссерии я здесь был. Но прикол весь в том, что он мне показывает, что здесь толпы знаний, они активные. Хотя я их активировал. Даже? Нет, их ещё раз можно активировать? Ага, ну ладно, давай ещё разок, чё бы нет. Да, на этой планете мы были, здесь огромные черви обитают. И вот тут вот ещё с чем-то я могу взаимодействовать. Монолит Корвакс. Поболтаем? А, на своём языке там чё-то болтает. С поверхности планеты поднимаются парящие пирамиды и окружают меня. Когда я поднимаю мультитул, они начинают светиться синим цветом и быстро метаться из стороны в сторону. Впустить пирамиды... Подожди, я не дочитал. Так, куда впускать? Они всё ближе и ближе, я уже могу дотянуться до них мультитулом. Последний рывок. Разорвать окружение пирамид. Чё мы сделаем? Впустим пирамиды или разорвём окружение пирамиды? Давай впустим пирамиды. Мой мультитул сияет ярко-синим огнём. Свет распространяется, переходя на мою руку. Внезапно рывок электрического сияния достигает моего мозга, я отключаюсь. Ну вот. Я просыпаюсь. Реальность восстановлена. У меня в руках новая технология мультитула. О-хо! Плазма-бластер, ё-моё. Кинетическое оружие космического корабля высокой мощности. А, это для корабля. Стреляет плазменными снарядами, которые отскакивают от поверхности до тех пор, пока внутренний таймер не активирует взрыв. В качестве заряда используют нестабильную плазму. Вот это да! Залез, короче, свой звездолёт подраскитать тут всё. И помнишь, мы подобрали у пиратов подозрительные пакеты? Мы их можем открыть и посмотреть, что же там. Открываем. Непонятно. Ещё открываем. А-а-а! ЖОДА мы нашли в этих пакетах. Ну такое себе. И ремонтный комплект мы нашли. О-о-о! Это может быть полезно. Ремонтный комплект крайне полезная технология для выживания. Позволяет быстро и просто восстанавливать повреждённое снаряжение. Вот мне то, что нужно. При ремонте технологии вы можете восстанавливать любой повреждённый подкомпонент с помощью ремонтного комплекта вместо обычных материалов. Подожди. То есть, если я сейчас возьму... Вот у нас тут есть... Где перейти? Перейти нам нужен. Вот. Возьму и сюда поставлю. Нет. А, вот можно. Смотри. Применить ремонтный комплект. Одну штуку. Да. И-и-и. Ну и всё. Мне просто нужна железячка. Круто! Вот это офигенно, когда есть ремонтный комплект. Сейчас я сделаю железо. Ну всё, железячек понаделал. Вставляем их сюда. И у нас... Распавленная топливная ячейка отремонтирована. И там было написано, что эта ячейка добавляет нам ещё одну ячейку... Для чего-то-то там. Ну, короче, вот у нас свободная ячейка теперь появилась вместо этой топливной. Если я вот эти вот ячейки отремонтирую, то у нас ещё будут две ячейки дополнительных. Что очень круто. Теперь нам нужно где-то достать активированную медь. Как её достать? Расскажите нам. Короче, активированную медь можно только собрать. Но где и как? Кто бы нам рассказал? А я уже замерзаю, но тут у нас неподалёку есть какое-то здание. Я предлагаю туда слетать и посмотреть. Чё там за здание? Всё, взлётные ускорители у меня топлива всё сожрали. В следующий раз мне придётся... Ух ты, какой корабль-то мощный. Офигенный кораблик. Можно его как-то отсканировать или туда пристыковаться? Это, кстати, грузовой. Он что-то перевозит. Так, насчёт здания. Где-то здесь его бы не пролететь. О, и здесь тоже рядышком. Ого. Ну вы здоровенные, конечно. А, да, вот. Я сейчас в каталоге посмотрю, где можно достать активированную медь. Хроматический металл, получаемый в ходе синтеза в центре звезды. Эта медь была сформирована под воздействием экстремальных условий. Медь можно найти на планетах, обращающихся вокруг железных звёзд. Даже такие есть. Я таких ещё не видел. Её можно обработать в очистителе, чтобы получить хроматический металл. Ну, хроматический металл и так можно получить без вот этого всего смысла. Очищать активную медь. Короче, окей. Заходим сюда. Тут что у нас? Первая помощь. Давай воспользуемся. А, здоровье на максимуме. Понятно. Это типа какой-то медпункт необычный. А здесь что-нибудь есть у нас? О, извлечь наниты. Наниты извлекли. Можно тут переночевать, но я как бы не хочу. Спасибо. Что-что-что? Зашифрованы навигационные данные. Заберём. Ну, и что я тебе хочу сказать? То есть... А, нам ещё же надо звездолёт зарядить. Короче, жопа. Вот что я тебе хочу сказать. Активированную эту медь искать? Какую-то железную звезду надо найти. Там все дела. Ух ты, гляди, какой звездолёт чёткий. Ну-ка, давай посмотрим. О, нифига себе у него инвитарь. Ты посмотри, сколько здесь места. Да, обалдеть. Технологий нету, груза нету. Ну, как бы он... С-класса, конечно. Потенциал урона больше, прочность больше. Меня вот только подкупает количество ячеек здесь. Это капец как много. Обсудить цену. Что ты хочешь? О, нифига себе, цена. 4 миллиона юнитов. Почти 5. А, что так дорого? У меня таких денег в жизни не было. Даже если я 2 корабля продам. У меня их не будет всё равно. А ещё, короче, я здесь встретил какого-то исследователя, который может на моей планете что-то сделать. Вроде бы это он. Учёный хотел бы поселиться на моей базе, но для этого ему нужен научный терминал. Короче, вот, если у меня будет научный терминал, то я смогу его там поселить. И на моей базе будет живое существо. Кстати, насчёт ракет. У меня же их тут нет. Но я их могу сделать. Мы сейчас сделаем себе пушку. Вот эту вот ракетную установочку. У меня всё для этого есть. Технология установлена. И теперь я могу пускать вот эти вот ракеты. И мы, конечно же, протестируем ракетную установочку, но уже в следующей серии. А на сегодня это всё. Спасибо, что смотрел. Не забывай ставить лайк под этим видео. Подписываться, конечно, если ты ещё не подписан. Подписываться на Яндекс.Дзен. Ссылочка в описании. Туда дублируются все ролики с Ютуба на всякий пожарный. А на это всё. Увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok